Сегодня то же самое дети, они были в других лагерях. Это зависит все-таки от чего-то, наверное, научить. Вот он показал Махмуд, разговор никаких нет. Наемли до света. И при том полностью руководителем людей. Каждый знает, что делать. В воскресенье у нас уже начинается молочное. Поэтому молочным не увлекайтесь в первый день. Простокваша это проще. Желудок он отвык. У нашего старосты, когда он съел, там сошли, называется, два диска. Вот так вот они идут вместе два диска. Разрезает и прямо посверняет. И пшеница тут снипит, и сразу же заваливается. И вот эта одна половинка диска-то оторвалась и потерялась. Потерялось поле-то большое, где найдешь. Он сказал нам, было бы сказано, будет сделано. Партия сказала, комсомол ответил, есть. Едем мы, друзья, в дальние края. Помните первую церевную песню? Ну, мы пошли, распределились и пошли. Еще в один конец не зашли, уже нашли. И нашла, вот, сзади Гулина Александровна стоит. Она первая увидела, глаза стоят. Я маленько позади шел бы. И это все заснято. Как она увидела, закричала. И в это время снимали. И каждому человеку теперь видно, какая радость. В каком лагере, что позовут? Мы, поля вот эти, это же деревня вот эта вот. И тут стекла, железки, резина, еще только нет. Мы ходили, собирали. Там кучу вот такие набирали, которые выковыриваются. И потом это все увезли на дорогу, там вывалили, конечно, кроме железа. А нынче вот так было. Люди как ищут? Ищут где лучше. А что значит лучше? Ничего не делать. Я бы хотел у вас посидеться, но мне такая работа нужна, чтобы она была не сыростью, женщина одна. Ну, может, и не пыльная. Ну, все, перечислила. Я говорю, да какая такая работа? Ну, где-нибудь клеточки выдавать. Клеточки выдавать. Это работа считается. Ну, это никак вот. А ты вот, мы приехали, когда... Вот такие вот заросли, где деревня, вот здесь вот такие заросли крапивы. Здесь ничего не было. Лопаты, кардиторим, заковыриваем, отрыхаем. И еще вот мы где сделали, вторая столовая, где молиться. В течение одного дня. Деревня это труд, это здоровье. Вот мы сидим, ну, вроде прохладно, не то, что в столовой там. Ветер подбывает. Это как раз то, что надо. Японцы, вы нашли, что вот, когда колышутся листик и деревьев, и отражают, точнее, вещество глаз, это на все органы отражается положительно. Какой запах? Мы его не чувствуем. Какие там феноциды, гампедут? Сережа, а это все отражается на органы дыхательные. У нас больных нету. Приезжает другая, ну, посмотри, он поднимает, гляди. Приезжает с таблетками, с таблетками не принимаем. Поворачиваем назад, мы им не разрешали таблетки. Или выбросить. Мы не настаиваем. Но в лагере наш не оздоровительный. Тарас, неси, 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 неси. Ходи босиком, в жаркую погоду с непораненными ногами. Мне как все учтено. Одна нога поранилась, ну, где-то наступил на счет. Ну, эту ногу наденем, а другая будет ходить. Через подошву, вот где рисуют, пальцы большой. Тут нажимает, когда там, ну, твердая земля. Это отражается на левый глаз, там, на правый, на почке. А культурное лечение. Ну, а как узнать? Тебе знать не надо. Ты ходи босиком, и оно найдет свое место. Тяжело, вот на разной точке. Продаются сейчас коврики такие, пупырчатые в городе. Ну, это, конечно, здорово. Но и ходить по делу, или топтать себя в комнате. Что тут говорить? Ну, это вот все подсохнет. Все это вымают, вот эти вот положки. Даже не узнаешь, что тут грязь была. Я не понял, что тут деревенские-то были? Праздник какой-то? Да. Кого-то с днем рождения поздравляли. Да. Ну, вот. Надо, у нас на день рождения, что? Никаких подарков не разрешено делать. Никаких. Никак. Ты можешь сделать, если надо, в другой день или когда-то. Кто, говорит, Иоанн Затаус? Нет. Вправлять день рождения закончилась гибелью самого великого пророка. И расправлял день рождения и отрубил голову. Иоанн Затаус сказал, потасите на нас. Ты хочешь спорить, а остаешься один. Затаус не спорит. В Библии написано, если бы кто захотел спорить, то церковь не имеет такого обычая. И все. Послание к коринфянам. Спорить. А спорить это уже вне церкви. В церкви не спорят. Церковь дает готовый тебе. Готовый результат. Ты бери его и благодари Бога. Написано, за все благодарите. Ну как, вот такая погода хорошая. Тут такие дорогие гости. А приехали в грязи по колено. Повторим. За все благодарите. Первое. Песла векистам 5.18. За все. За все. Самое страшное у тебя будет. Потеря сына, дочери, семьи. Это никакого значения не имеет. За все. Бог до нашего рождения знал, какие мы будем. Где будем жить. Что с нами будет. Давид говорит в 138-й псалом. За родыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, когда ни одного из них еще не было. Ни одного дня не было. Но у Бога уже полностью записано. Как мы будем жить, сидеть, сопли друг друга утирать. Все это есть. И поэтому надо соглашаться. Он, любящий отец, посылает только на добро нам. В день рождения, как называют, день ангела, если ты названно по календарю. Ну так принято называть. Обязательно, желательно очень просчитать канон ангела-хранителя. Он тебя хранил целый год. Столько лет. У тебя столько было опасностей, которые ты даже не знаешь. Когда ты ложилась спать, ты спала спокойно, а ангел стоял, просто стирал крылья. Полчища демонов желали тебя умертвить, испугать. Но ангел не допустил, и они не посмели. Воздай хвалу Богу за ангела-хранителя. Ну, если можно, прищастись. Если можно. В этот день никаких исключений. Я день рождения могу не работать. Есть такое выражение, как день рождения проведешь, так весь год будет. Мы это не знаем. Знаем только, надо трудиться. Благословлять Бога. В этот день побольше посчитай, побольше помолись, посети больных, навести нуждающихся к тебе. Вот это день рождения. Нашей заслуги нет никакой, чтобы мы год прожили. Никакой. Мы делали все, быть может, то, чтобы мы не жили больше. Мы на краю смерти балансировали не один раз. Делающий грех смертью умрет. Смертью умрет. А сколько грехов было, сколько смертей прошли. Поэтому благодари Бога. Еще один год позади. И ты даже не увидишь, когда будешь другая, если жизнь на земле продлится. Ты будешь показывать, где листать свой, там как, альбом называют, фотоальбом. И все будут спрашивать, а это кто такая? Да это же я была. Это ты такая вот так отшатнулась. Ой-ой-ой. Это что с тобой? Вот и все. Вот это все, что тело у нас так выглядит, это всего лишь соки, которые надувают тело, кожу поднимают. И больше ничего нет. В Америке, если умирает человек, он говорит, я хочу, чтобы в гробу у меня была улыбка. Они сейчас там накачают, куда надо, и губы раздвинутся. Все, улыбка. Один говорит, я хочу, любил машину, чтобы в машине похоронили. В машине похоронят с машиной вместе. Цыгане хоронят с компьютерами. А люди смотрят, где цыгане. Ну, ему делают там из кирпича. Богато хоронят. И грабят могилы. Вот вы смотрели. Сейчас Тарас Бульба. Автор кто в книге? Гоголь. Николай Васильевич Гоголь. А Гоголь это что такое? Гоголь. Сачка. Это птица. Птица Гоголь. Уточка маленькая, красивая такая. Гоголь. А Тарас Бульба. Бульба это картошка. И сразу как-то по-другому. Бульба это ой. А Бульба это картошка. Ну, может, знает другой, кто перевод. Еще он там этот Тарас делает. Убивает своего сына. Блудничает. Пьяный. Только поднимает. Выпин за веру православную. А теперь за всех христиан. Ну, за всех, значит, и за католиков, с которыми воюете. Гоголь описал то, что было. Ничего там не было. Никакой святой Руси не было в помине. И что полный разгром все погибают. Все. Пьяных повязали, порубили. Увезли. А он из-за блуда предал родину. Придал все. Больше ничего там не было. И мы видим, что он рвет с ней одежды. Зверь лютый. Никакой веры там нету. А люди смотрят, какая это артистка. Ну, она тоже претерпела. Ее заплатили за это. Перед народом, перед всем. Оголяют ее, показывают. Даром ничего не делается. И чем заканчивается? С смертью. Все идут в ад. Без покаяния. А то, когда вот его ударили, убили. Всем желают такой кончины христи. Перекрестить уже не мог. Все. Такой кончины он желает. Я своей плешивой кошке не желаю такой кончины. Истинная кончина это такая, где Бог прославляется. Где человек свою смерть принимает как дар Божий. Смерть это великое благо от Бога. Сейчас будем принести все в мастерин. Этой влаги не будет. А эту не трогать. Это просто выскости надо. Вода тут стоять уже не будет. Надо засыпать травой. Иди к нам. Там есть вода потом сухой. Набрать и ручить туда. И третить все. Там я не знаю, надо ли не надо. Возить надо. А там храдить. Господи Божий наш. Слава Тебе. Господь всемогущий плавать. Я благословю Виктора Александра и Викторовича. Внутри в мире. Посети обезболенных, покинутых, парализованных. Пошли им все потребно для всей жизни и для будущего. Слава Тебе, Отец Тебе. Так, кто приехал сегодня? Выйдите туда. Кого люди не знают. Так, назовите свое имя, фамилию. Откуда вы приехали, ваш возраст. Галендухин Владимир. Я с Урала приехал. Мне 49 лет. Ущитель. Повторите фамилию. Галендухин Владимир. А вы знаете, что такое? У нас была, вот я знаю, сего есть Галендухина. У нас в Реже, в Режском районе, и была святая Галендуха. Я правильно? Правильно. Это жития святых. Моя мама родилась в день памяти Марии Галендухи. Почему я знаю? Ее Мария назвали. Вот знаметьте как. Запоминайте, Владимир. А с кем приехал? Который нас знает. С Владимиром. Понимаете, никакой фантазии, ничего нет. 750 мужских имен. А я их перечислю на двух руках только всего. Это, как правило, Александр. Ну как, чтобы вам понять было. Царь в России Александр первый, Александр второй, Александр третий. Ну, королек птичка певчая, там, про Турцию показывает. Она в школу была прислана, там, в Одинаволы. Тебя как звать? Айша? А ты как? Айша? А тебя как звать? Айша? А ты? Айша? А больше ничего нет. У нас в Потеряевке было шесть короб и пять из них Зорьки. Ну, никакой фантазии нет. Так, скажите, кто вы дальше? Александр Марьянцев, Краснодара. 56 лет. Понятно? Александр, Владимир, Сергей, Михаил, Игорь. А где Пантелеимон? Я говорю, скажите, у вас знакома есть Клименты? Клименты? А что это такое? Ну, нету, значит. Айфрема, ни одного. А в правительстве был Климент Кефремович Ворошилов. Был? Был. Был. Ну, скажите, Виссариона у вас есть? Нету. Да, Иосиф Виссарион, слышали такого? Вы поймите, какие были имена, какие краски потеряли. Ну, даже на этом мы то видно, как мы все это сузили в одно. Вот, Сергеев, сколько здесь? Сколько здесь Владимиров? Вот, редкое имя Назарий. Ну, у нас так случилось, что два Назария одновременно потеряются. Вон, маленький самый. Красивая, звучная. Назарий – это ученик апостола Петра. Даже сам уже факт говорит. Я вот сегодня об именах хотел сказать. Когда-то придется вам самим выбирать имена. Бабушка наставит в честь ее. Почему? Ну, внучка такая же родилась, но это Бог так делает. Внучка, а похожа на бабку. Я говорю, а чем она похожа? Ну, она такая же, как я. А бабка души не чает, млеет. А почему? Она идет, задницу так же отклящет, как бабка. Даже это и то. У бабки наклонность была к математике, и она тоже. А у деда музыкальной, так она маленькая, она скрипки пиликает. Ну, а они тут уже все им, шоколадку в руки, шоколадку в карманы, шоколадку в рот. Это уже 100% гарантия, без зубы будете расти. Понятно? Становитесь. Вы узнали, как звать, значит, дядя Володя и дядя Александр. К слову сказать, не просто Александр, Александр Сергеевич. Правда, не Пушкин. Так, ну что? А вот возьмите. Я вот вел радиопередачи, и мне звонят. Знаете, у вас имя и отчество, это такая поэтическая. Я говорю, а что тут поэтического? Это очень интересно звучит, потому что вы не выбирали. Ну, вы знаете, где Игнатий? Тихон еще, может, где-то есть. У меня старший брат Самуил. Поменьше меня Иоакин. Ну, сами, ну не встречаешь просто так. У меня по матери ушли на фронт три дяди. Макаре, Филарет, Эммануил. В одной семье. А по отцовой линии Тихон, второй брат Амос, третий Наум. И никто не выбирал. Он рождался, звали покрестить, и родители не могли выбрать. А у меня был там Евтихий и Иннокенкий. А кто крестил, он показал Игнатий. Все кончилось. Но Евтихий тоже редкое имя. Но у нас и епископом будет Евтихий. Вот что удивительно, когда все начинаешь рассматривать, Бог, Его благодеющий действие. А когда люди вмешиваются, то тут ничего дальше нет. Вот Тарасий тоже редкое такое имя. Вот Нестор. Вот это Нестор стоит. Выйди сюда, покажу. Познакомлю. Это тоже редкое имя. А еще слюни-то впустали. Зачем ты это сделал? Никак не ответит. Взял слюни, распустил. Теленок. Маленький. Когда обратно пьется, он всегда слюни распустит до ведра и до пола. Вот Ника. Ника. Вот это вот Виктория, Вика. Это тоже редкое. У нас такие красивые редкие имена. Как тебя звать? Леонида. Кто встречал имя? Леонида. У меня Афанасия и Афанасия. Вот. Теперь посмотри, вон старшая стоит сестра. Как звать? Лилия. Не Лилия, а Ливия. Так страна Лилия. Это по календарю. Понимаете, сколько поэзий заложено, когда родители доверяются Богу. А вот у нас еще и Василиса есть. Видите как. Это еще, я не знаю, по прихоти могут называть. А эти именно точно по календарю. Агния. А? Агния еще. Агния. Вот она, Агния. И нахо. Вот. Значит, завтра на четверг. Мы дождемся, приедет еще человек, будут люди. Мы полностью посетим пятницу. Будем беседовать, только с вами здесь заниматься. Сейчас отдыхайте. Просьба одна, кто устал, два часа не ложитесь спать. Вредно для желудка, для кишечника. Два часа походи пока, посмотри, погуляй. А через два часа вы вот, которые приехали, вам вот эта комната. Называется Тмутаракань. Такое название давно у нее. И там найдете все, что вам требуется. Холодно, скажите, еще одеяло дадут. Вам это понятно? Так. Мы всегда благодарим поваров и накрывающих. Спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо вам, Антон Майс. Спасибо вам. Все. Семь минут после Д нельзя играть. Дети должны быть, похоже, не переворачиваться. Вы их как учитель, ловите. Иди сюда. Знаете, у меня в подготовившках был обоз. У меня вопрос. Что это значит? Обоз? Так я надо посмотреть, как написано. А или О? Есть О-рест. А есть О-рест, когда арестовывают человека. А имя его О-рест. Ваня, зачем ты его тронул? Он кепку неправильно носит. И вот так. И ты ему скажи. Не знаю я это, потому что мне надо на бумажке посмотреть, как оно написано имя. Так он может быть не русский. Ну, наверное. Ну, наверное, тогда я не могу ответить. У них имена называют, как не подумаешь. У них в семье было два ребенка, и оба умерли. А раз умерли, забрал шайтан. Это шайтан смерть дает? И поэтому в следующий раз приходят они к своему там шаману. И тот говорит. Видите, вы как называли? Мы называли там по их телевестии шоколадка, конфетка. А вы по-другому назовите. Чтобы когда придет шайтан, дьявол-то, ему было неприятно. Я не говорю, назови его собачий кал. И он так его назвал. И он не умер. Вот видите, как он подошел шайтан брать? А воняет, он ушел и не стал брать. Кого же собачий кал нужен? То есть по-детски рассуждают. А он теперь с этим калом мучается всю жизнь. Над ним смеется. Понимаешь? Вот. Послава Богу. Собьем. А где уж? Сухое. Найди, Володя, здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.